До сих пор мне самой сложно в это поверить, но я смогла это сделать. Я возродила орхидею к жизни буквально из ничего. Орхидея была в глубоко печальном состоянии, без корней, без тургора листьев, с листьями-тряпочками и без возможности роста вверх, то есть без центра розетки. Как вырастить такой орхидеи новые корни? И сможет ли тургор листьев-тряпочек восстановиться? Эхо из прошлого или багряные кольца на стволике орхидеи. Всегда ли это приговор? И можно ли с ними справиться природными средствами? Какой мощнейший природный антибиотик использовала я? Железобетонный тургор листьев после листьев-тряпочек. Разве такое возможно? Несколько разных способов восстановления орхидеи без посадки в субстрат в сегодняшнем видео. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Если вам нравится то, что делаю я, если вы собираетесь использовать методы канала, обязательно поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. Ну а теперь об этих и о многих других событиях видео, как всегда, подробно и обо всем по порядку. История первого поколения этой орхидеи началась очень давно, осенью 2020 года, еще до создания канала. Тогда в поисках интересующей меня орхидеи я приобрела прицепом вот этот облиственный пенек орхидеи. Продавец грозилась выкинуть это искалеченное жизнью растение в мусорный бак. Я купила его за полную стоимость, принесла домой, пересадила и принялась ждать детку. Но орхидея распорядилась по-своему, выпустила цветонос и зацвела. Если вы давно смотрите канал Классика орхидейного жанра, то наверняка узнали начало этой истории. Так началась история фаленопсиса Summer Breast или летнее дыхание в моих домашних условиях. История жизни нескольких поколений одной орхидеи. После продолжительного цветения буквально из каждой меристемы на цветоносе, детку фаленопсиса Summer Breast я все-таки получила в результате одного очень любопытного эксперимента. Подробно останавливаться на этой теме в данном видео я не буду. Все это уже рассмотрено в отдельных видео, которые хранятся в плейлисте Институт Благородных Девиц. Ссылку на этот плейлист и на все другие, о которых я буду упоминать в этом видео, я как всегда оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Для выращивания этой детки я использовала исключительно собственные методы и разработки для выращивания малышей. И за 9 месяцев не только вырастила прекрасное молодое растение, но и довела его до цветения. Орхидея выпустила цветонос летом 2022 года. Я принялась ждать цветения, считая бутоны. И мне даже удалось это сделать. Бутонов было 4. Во время роста бутонов пожелтел и отвалился последний лист с пенька и нижний лист у молодого растения. Я сразу заподозрила неладное и начала внимательно рассматривать орхидею в объектив камеры. Эхо из прошлого, из прошлой жизни пенька зазвучало очень громко. Покупая растения с проблемой, мы никогда не знаем, чем эта проблема вызвана. Какие испытания довелось пережить растению раньше? Приобретая такие покалеченные жизнью растения, нужно быть готовыми к любой проблеме в любой момент жизни этой орхидеи. Какие факторы нажали на спусковой крючок развития болезненных микроорганизмов в орхидее? Иными словами, проблема жила в орхидее все это время. Но только под воздействием благоприятных внешних факторов проблема смогла развиться. И этим неблагоприятным фактором стало чрезвычайно дождливое лето во Владивостоке, когда дождь не прекращается несколько недель, а то и месяцев. Патогенная микрофлора расцветает буйным цветом абсолютно везде, начиная от стен, квартир и зданий и заканчивая растительным миром. Болезнетворные патогены расцвели и внутри фаленопсиса Самр Бресс. И довели его вот до такого состояния, которое вы сейчас видите на своих экранах. Нет-нет, не бойтесь, это не сам фаленопсис. Это останки пенька, которого я когда-то купила. Я рассматриваю место крепления детки к пеньку. Вот оно на ваших экранах. И оно достаточно чистое. Посмотрите, какой объемной была корневая система пенька. Ее не стало буквально за считанные недели. Осталось без корней, с голым основанием и остатками цветоноса и детков фаленопсиса. Можно ли избавить растения от болезнетворных микроорганизмов без использования химии и химически синтезированных препаратов? Конечно, можно. И сегодня я покажу вам, как это сделать. И, конечно же, вы увидите результат. Не зная природу конкретных патогенов, я лечила орхидею по всем фронтам. И с использованием натуральных природных антибиотиков, и с использованием природных фунгицидов. Так, какой же эффективный природный антибиотик в данном случае выбрала я? А вы уже смогли догадаться? Ведь об этом природном антибиотике я рассказывала вам в своих видео уже более двух лет назад. Правда, тогда я его использовала в сухом виде, а в данном случае решила приготовить целебный раствор. Мощнейший антибактериальный раствор я изготовила из порошка куркумы. Порошок куркумы содержит куркумин – уникальный природный антибиотик. Он повышает иммунитет орхидеи, активно борется с бактериями и вирусами, укрепляет клеточную мембрану, тем самым улучшая ее защитную функцию. Куркумин стимулирует рост и противовоспалительный ответ иммунных клеток, активирует врожденные иммунные реакции организма орхидеи, препятствует проникновению и распространению вируса путем изменения структуры его поверхности белка. Куркумин блокирует действия воспалительных цитокинов и снижает их экспрессию. Для приготовления антибактериального раствора понадобится всего 1 чайная ложка порошка куркумы на 1 литр воды. Я использовала теплую кипяченую воду, температура воды около 40 градусов Цельсия. Порошок куркумы прекрасно растворяется в воде, делая ее золотистой. Размешав раствор, я дала ему отстояться для того, чтобы все взвешенные частицы опустились на дно. Когда температура раствора достигает комнатной температуры или чуть выше комнатной, я приступаю к его использованию. Я купаю орхидею целиком в этом растворе. Обратите, пожалуйста, внимание, в каких случаях подходит данный вид лечения. Этот метод подойдет исключительно для орхидеи без корней или с открытой корневой системой. Разные виды куркумы могут давать разную интенсивность окраски раствора от светло-желтого до насыщенно-желтого. Я погружала орхидею целиком в лечебный антибактериальный раствор в течение 10 дней каждый день. Орхидея погружалась в раствор в дневное время при активном солнечном свете, но без попадания прямых солнечных лучей. Она могла провести в растворе от одного часа до нескольких часов. Вторично готовый раствор я не использовала. Каждый день готовила новый. В это время нужно быть готовым к тому, что состояние орхидеи может ухудшаться. То есть вы будете проделывать лечебные процедуры, а орхидеи с каждым днем лучше становиться не будет. И если вы к этому не готовы, если каждый день вы будете ждать положительной динамики, лучше не идите этим путем. Когда орхидея не находилась в лечебном растворе, она восстанавливалась с помощью метода волшебной тряпки. Этот метод подойдет тем, у кого нет ничего другого, нет живого мха или не подходит восстановление с помощью теплички. Гнездо из всегда влажной волшебной тряпки я сделала в пластиковой емкости. Важно! Эта емкость не должна быть стеклянной, не должна сильно остывать, ведь больным и ослабленным орхидеям нужны всегда теплые и стабильные температуры в районе 24-26 градусов Цельсия. В гнездо я поместила основание орхидеи, а листья орхидеи постоянно чувствовали влажность, исходящую от гнезда. Именно в гнезде из волшебной влажной тряпки появились первые долгожданные корни исцеленной орхидеи. Обратите внимание, к этому времени цветонос орхидеи полностью засох, а это значит, что именно из цветоноса орхидея забрала питательные вещества на создание новой корневой системы. В такое гнездо орхидею удобно и быстро помещать, и столь же удобно вынимать для лечебных процедур. А ведь эти лечебные процедуры у орхидеи проходят каждый день. Для лечения после использования природного антибиотика я стала использовать природные фунгициды. К слову сказать, у этих природных фунгицидов прекрасный антибактериальный эффект. И сейчас я говорю об очень слабом настое луково-чесночной шелухи. И если вы ничего не знаете об использовании настоя из луково-чесночной шелухи для орхидеи, пройдите в плейлист «Целебные снадобья для орхидеи». Там размещены видео, в которых я неоднократно рассказывала об этом методе восстановления орхидеи. Поочередно с настоем луково-чесночной шелухи я использовала настой листьев подорожника. Но несмотря на появление новых корней, тургор листьев орхидеи по-прежнему не был восстановлен. Листья до сих пор были мягкими, как тряпочки. И вот здесь главное не опустить руки, главное идти к намеченной цели и каждый день выполнять необходимые процедуры. Тургор листьев начал активное восстановление после того, как корни достигли длины около 2-3 см. И после использования настоя из листьев колонхоэда гримона. Виламен на новых корнях орхидеи наконец вызрел, и корни начали активно работать, поставляя воду к листовым пластинам орхидеи. Посмотрите на свои экраны. Зеленые корни орхидеи – корни с вызревшим виламеном. Белые корни покрыты суберином. Такие корни еще не выполняют своих функций. Тургор листьев стал железобетонным еще через 2 месяца постоянного лечения. Зато теперь на этих железобетонных листьях орхидея могла стоять. В этот момент я принимала решение, что делать дальше, куда определять эту орхидею. Из-за плохой наследственности я решила орхидею в субстрат не помещать. Оставить ее с открытой корневой системой и провести над ней еще один эксперимент с очень интересным побочным эффектом. Я решила использовать на этой орхидее дефростированный или размороженный сок алоэ. Алоэ древовидного. Об этом тоже есть очень увлекательное и занимательное отдельное видео. Соком дефростированного алоэ с помощью кисточки я смазывала всю орхидею целиком. И стволик, и листья. Для достижения невероятных, просто сногсшибательных результатов мне потребовалось всего 2 обработки. После использования сока из размороженных листьев алоэ корни орхидеи начали активно расти отовсюду. А те корни, которые уже были у орхидеи, продолжили свой рост, а некоторые даже раздвоились. И если вас до сих пор волнует вопрос, как нарастить новые корни орхидеи, при этом орхидею не нужно лечить от внутренних проблем, лучшего средства, нежели сок алоэ, вам не найти. От алоэ у фаленопсисов растут невероятно красивые, здоровые и мощные корни. Даже если никакого другого питания орхидея не получает и не растет в субстрате, а находится в пустом бокале или стакане. Но самым главным, самым значимым, самым восхитительным побочным эффектом применения сока размороженного алоэ стало появление второго поколения деток у фаленопсиса Summer Breast. Ввиду перенесенной болезни фаленопсис не стал развиваться вверх, а решил продолжить свою жизнь в детке. Пока листья детки не достигли стенок стакана, она находилась внутри стакана. За это время корни орхидеи достигли дна. Посмотрите на эти корни, и если вы до сих пор не поставили пальчик вверх под видео, сделайте это прямо сейчас. Для чего я достала орхидею из стакана? Как думаете? Я сделала это для завершающего этапа в лечении этой орхидеи. Я провела третью контрольную обработку орхидеи соком размороженного алоэ. В данном случае особое внимание я уделила обработке детки. Это было сделано для активации корнеобразования и у нее. На этом любые лечебные или восстановительные процедуры были окончены. Когда листья детки достигли стенок стакана, я приподняла растение и подперла его полиуретановым эластичным блоком. Когда детка оказалась снаружи стакана, она начала развиваться просто с семимильными шагами. И к началу осени 2023 года стала вот такой огромной. К этому моменту у детки мамы было два листа и у новорожденной детки еще три собственных. Высокий и стройный стакан объемом 200 мл уже не выдерживал этот напор листовой массы растения. Тем не менее, другой емкости, чтобы определить корневую систему орхидеи, я не нашла. К середине октября у орхидеи-родительницы стал желтеть лист. К чему бы это? Подумала я. На что орхидеи нужны дополнительные питательные вещества? И я принялась искать. Причина нашлась очень быстро. И это цветонос. По всей видимости, цветоносов должно было быть два, но орхидея вытянула только один. Лист окончательно отвалился, отдав орхидеи все питательные вещества, когда у орхидеи был полный стакан корней и цветонос размером где-то 2 см. Когда малышка полугоду от роду начала растить длинный цветонос, я, признаюсь, запереживала. А справится ли? На цветоносе 6 бутонов. Сможет ли орхидея раскрыть каждый из них? Она справилась и начала распускать первый цветок в день моего рождения, в декабре прошлого года. Цветы распускались быстро и по несколько штук одновременно, и к концу года орхидея была в полном распуске. Все 6 бутонов благополучно распустились. С тех пор прошло 26 дней, и вы посмотрите, что делает эта орхидея. Она пробудила меристему и готовится продолжить цветение на новом ответвлении. Но это уже совсем другая история. И если вы хотите быстрее других узнавать обо всех этих историях, подписывайтесь на наш телеграм-канал. который так и называется классика орхидейного жанра. Ссылку на канал в телеграм я как всегда оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok